Приветствую вас. Для того чтобы помочь вам разобраться с вашей проблемой, для того чтобы вам помочь ее решить, я полагаю, что правильным здесь будет определить для вас значение, которое вы придаёте ситуациям, когда вам задают спонтанный вопрос. То есть, что для вас, вот лично для вас, значит, когда вы получаете какой-то спонтанный вопрос, неожиданно. Ведь если вы впадаете в определенный ступор, ментальный, как вы говорите, в ментальный ступор вы впадаете, значит, для вас этот вопрос означает что-то не слишком хорошее, не слишком приятное, не слишком значимое с положительной точки зрения. И скорее всего, для вас это что-то негативное. И вот основной вопрос, который нужно вам задать, основной вопрос, который с вами нужно проработать. Это как раз таки почему для вас спонтанные вопросы являются чем-то негативным. Может быть, вы не знаете, как, например, на них отвечать. То есть, может быть, вы сомневаетесь в себе как раз. Может быть, у вас когда-то случилось так, что вы, ну, скажем, ошиблись при ответе на какой-то давнишний вопрос, и теперь боитесь, по сути дела, на такие вопросы отвечать. Может быть, есть что-то еще. В любом случае, нужно говорить о том, что вам необходимо эти моменты для себя определить, вам необходимо вот это для себя выявить, и, возможно, над этим бы работать со специалистом. То есть, ваш ментальный ступор, о котором вы говорите, чем-то обусловлен. Чем обусловлен? Нужно понять. И когда будет понятно, что для вас вот этот самый ментальный ступор означает, тогда и решится ваша проблема. Потому что, судя по всему, вот по тому, что вы описали, имеет место быть некий такой определенный комплекс, я бы сказал. Это комплекс, который, ну, вот, знаете, когда-то у вас было ярко, очень ярко и сильное переживание, связанное вот с какой-то ситуацией такого рода, теперь вы не можете до конца от нее освободиться, и она вас мучает, не отпускает. Как раз, когда вы сталкиваетесь с ней, у вас происходит так, что вы, как бы, заново переживаете вот то, вот, вот, то самое переживание, понимаете? А чтобы, чтобы его не было, этого самого переживания, ну, я надеюсь, понятно, нужно выявить, а что же все-таки послужило началом вот такого вот вашего отношения к тому, что вы описываете, к тому, о чем вы говорите. То есть, то есть, все-таки, что же для вас это значит? Если имеет место быть Q-комплекс, то с ним нужно будет поработать обязательно с комплексом, я имею в виду, и от него вам можно помочь избавиться, я думаю, вполне реально, то есть, тут важно только поработать, правильно понять, откуда что растет, и тогда вам будет легче понимать причину такого вашего состояния. Вот, пожалуй, и все. То есть, понятно, что на ровном месте это не произошло, понятно, что были какие-то на то причины у вас, какие причины, пока не ясно, но в целом, я думаю, можно будет с этим разобраться, если, конечно, у вас есть к тому желание. То есть, вам может помочь еще и подход, который называется НЛП, да, то есть, нейролингистическое программирование. Возможно, ну, это работа с симптомами непосредственно, то есть, это не какая-то конкретно направленность на причину, это скорее работа с симптомами, ну, это, так сказать, для быстрого облегчения, но при этом проблема в итоге все равно останется. то есть, я бы рекомендовал вам, вот, вот для начала, да, для начала, значит, что для вас важнее, публичность заданного вопроса или его спонтанность? Вот определить на начало это, дальше будет более понятно, в каком направлении двигаться. То есть, либо здесь все-таки соотношение себя и окружающих других людей, либо здесь все-таки именно спонтанность, то есть, неготовность к ответу на какие-то случайные вопросы. Соответственно, в зависимости от того, в каком направлении у вас есть слабые стороны, вот так, в зависимости от того и слабый, ну, будет работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!